Прыщи Прыщи Это такие гады, которые постоянно выскакивают не тогда, когда нужно Вот, например, вернуться полторы недели назад, в тот вечер когда я съел 3 плитки шоколада. За раз На следующее утро Прыщи сказали мне Hello Вся моя правая сторона была в них и вот тому доказательство сразу после я стал снимать видео. Вот скрин с видео Уже прошло довольно-таки много времени 5 дней и за это время как вы видите относительно лицо чистое стало нежели в том видео Вообще я стал снимать этот ролик потому что меня привлек вот такой вот пост ВКонтакте Якобы мода на прыщи у подростков появилась На самом деле никакая это нафиг не мода а действительно реальная проблема И сейчас мы с вами ее обсудим Для начала немного теории Сейчас мы с вами рассмотрим три причины при которых у человека появляются прыщи Первое прыщи у нас появляются в связи с изменением гормонального фона К примеру можно вспомнить беременных женщин которые уже родили и тут-то у них может появиться пару-тройку акне а может быть и пару десятков Почему? Потому что женщина только-только родила ее организм испытал невероятнейший стресс выброс адреналина гормоны и после родовое вот это вот время может сказаться на прыщах потому что гормоны шалят вот так Все-таки я думаю что меня смотрят больше подростков а не беременных женщин поэтому давайте поговорим о подростках У нас тоже есть такой период когда гормоны шалят и прыщи появляются везде где только можно Этот период называется половое созревание в среднем он начинается в 9-12 лет и заканчивается в 18-20 лет В это время у мальчиков начинают расти волосы как на лице как на руках как на ногах так и вообще в подмышках У девочек же этот период проходит так Сначала у них растут вишенки потом эти вишенки переходят в стадию апельсинов и затем если у девочки особая генетика апельсины могут перерасти в арбузы Ну и конечно же цвет настроения красный К слову сказать у мальчиков начинает тоже расти Причина номер 2 Девочки уже обрели необходимые формы мальчики стали волосатыми и превратились а ни в кого они в принципе не превратились мальчики лишь повзрослели а в душе остались детьми В общем все выросли Но вот блин досада то какая а прыщи то никуда не ушли а занимают главенствующее место на лице В чем же причина Хм в чем же В нездоровом питании ребята И последняя третья ситуация это когда человек с рождения имеет жирный сухой либо же какой-то другой проблемный тип кожи Достаточно теории теперь перейдем к решению Что касаемо полового созревания ребята к сожалению этот период никуда не уйдет его нужно пройти всем В этот период будут и прыщи и гнойники и акне будет все главное пройти Что касается нездорового питания в этом я точно спец потому что когда я съел три плитки шоколада вы уже слышали на утро мое лицо покрылось все в прыщах все в прыщах облепило у меня вот и не важно какую еду вы будете есть будь то чипсы маршмеллоу газировка и тому подобное эта еда вредная влияет одинаково на организм вообще по секрету вам скажу что прыщи которые появляются у нас на теле это лишь видимые последствия на самом деле когда мы кушаем вот эту плохую еду мы ее пропускаем через наш рот мы пережевываем потом она естественно проходит через пищевод попадает в желудок и тут начинается самое ужасное самое вредное что может быть только для нашего организма из этой пищи выделяются канцерогены консерванты пищевые красители все это перемешивается и получается что пищевод и близлежащие органы печень почки они покрываются прыщами а когда прыщи уже в избытке внутри организма они вылазят наружу и впоследствиях мы видим наше лицо в прыщах наше тело в прыщах все в прыщах в итоге человек становится сонливым ему хочется все время спать и вообще ничего не хочется делать зачем оно все это все происходит потому что наш организм затрачивает нереальные силы на борьбу с вредными канцерогенами консервантами и всем тем что мы съели а теперь перейдем к трем способам которые помогут решить три наши проблемы способ номер один ребята никогда не давите прыщи потому что как мы с вами уже разобрали ранее прыщи это лишь видимые последствия того что происходит внутри нашего организма на месте одного выдавленного прыща появится два на месте двух четыре на месте четырех восемь и так в геометрической прогрессии поэтому ничего вы не добьетесь тем что будете просто вот выдавливать прыщи потому что очаг находится внутри и чтобы внутри очаг потушить нужно вести правильное питание не то чтобы правильное а здоровое потому что слово правильное каждый понимает по разному здоровое просто здоровую пищу нужно кушать взамен вредной как это сделать многие из нас любят есть чипсы любят есть сухарики другую вредную еду я сейчас вам не предлагаю полностью от нее отказываться вот в момент там все теперь я не ем сухарики не пью кока-колу все теперь у меня абсолютно новый образ жизни нет это делается довольно таки просто если вы все время пили кока-колу каждый день попробуйте пить не 7 раз в неделю а 6 раз в неделю потом на следующую неделю уже пейте 5 раз на следующую 4 раза и постепенно сокращайте свои вкусовые предпочтения во вредной еде то есть сокращайте сокращайте и взамен сокращения добавляйте здоровую еду что в здоровую пищу входит различные фрукты воду побольше пить орехи зваки каши все это еда которая в принципе растет на нашей земле эти продукты дает нам наша земля то есть яблоки растут на деревьях ягоды растут на кустарниках кстати арбуз это тоже ягода растет кушайте такую еду кстати подробнее о еде я поговорю с вами в одном из следующих своих видео еще объясню вам такую простую вещь когда мы едим сникерсы или же другие шоколадки нам поступает неестественный сахар сахар песок беленький такой так вот это сахар вредный который откладывается во все жиры во все прыщи что же делать если вы сладкоежка вам нужно заменить сахар искусственный на сахар натуральный сахар натуральный это у нас фруктоза и глюкоза она содержится во всех фруктах и еще ни в коем случае не покупайте заменители сахара почему вы уже наверное поняли потому что они делаются искусственно они выводятся в лабораториях эти сахара заменители сахара и действуют порой хуже на организм чем обычный белый сахар в шоколадках поэтому заменителям сахара говорим нет говорим да фруктозе и глюкозе совет номер два он очень легкий очень простой и относится только к девушкам ну или к парням некоторым в общем девочки и некоторые парни не нужно во время восстановления своей кожи краситься делать мейкап увлажняющие маски не нужно это все делать почему объясняю когда вы наносите к примеру тон да якобы избавиться от прыщиков надоедливых чтобы все думали что у вас ровная кожа когда вы наносите тон вы тоналкой штукатурите себе кожу это понятно и закупориваете себе купорки купорки закупориваете понятно вам и кожа не дышит а если кожа не дышит как она будет регенерироваться если не попадает кислород а вообще должен быть естественный такой вот обмен как бы кожа старые клетки отмирают новые клетки появляются а вместе с тоналкой когда она у вас извините меня часов 5 нанесена на лице там отмирают появляются отмирают появляются отмирают появляются и что-то слой вот такой вот ну не вот такой а ну поменьше естественно глазу не видно но все же Не пользуйтесь, пожалуйста, тоналками, мейкапом и другими вещами Когда вы восстанавливаете свою кожу от прыщей Это еще больше будет вам вредить И, скорее всего, вы от прыщей не избавитесь Потому что нужно, чтобы кожа дышала Закрепили Ну и, пожалуй, последний, третий совет Ребята, нужно умываться каждый день минимум два раза Первый раз после пробуждения, когда мы только проснулись И второй раз, когда мы отходим ко сну То есть в начале дня и уже в конце дня Умываться нужно не просто так Первый раз мы включаем горячую воду И начинаем тщательно втирать вот так лицо Умываемся тщательно Проходим Т-зону Т-зона, девочки знают Далее, когда мы умылись горячей водой Включаем холодную и начинаем поверхностно Вот такими вот примерно движениями Мочить лицо холодной водой Ни в коем случае Вот тут прям Attention, 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 attention Внимание! Ни в коем случае не нужно больше трех раз умываться в день Почему? Потому что у вас будет сохнуть кожа И будет она отслаиваться, как бы шелушиться Будет шелушиться кожа А как мы избавимся от прыщей? Если у нас шелушится кожа И образуется уже не одна проблема Просто прыщи и акне А уже и прыщи и шелушение кожи Это уже, извините меня, по-другому избавляется От этой проблемы нужно Поэтому умываемся два-три раза Не больше Делайте как я Например, у меня вообще нет никаких средств для лица Кроме пены для бритья Все эти советы я черпал из личного опыта борьбы с акне Естественно, я как и все люди Как обычный человек Могу сорваться, съесть шоколадку Выпить газировку И меня высыпят Но! Мои советы работают И это точно Если сомневаешься Подпишись на мой канал Наблюдай за новыми видео И смотри на мое лицо Как оно меняется Как меняются прыщики Их количество Опять же, я обычный кожаный человек Если от прыщиков получается этими методами избавляться у меня Если у меня получается от них избавляться То и получится у тебя Вот Подписывайся на канал Ставь лайк Наблюдай за новыми видео Я желаю тебе счастья, удачи и успехов Овидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!